Привет, друзья! Ставьте лайк, обязательно пишите комментарий, подписывайтесь на телеграм и твиттер новости крипты, регистрируйтесь по ссылке в описании, чтобы мы стали лучше. Бутерин предлагает сделать NFT привязанным к душе, как предметы в World of Warcraft. По словам Бутерина, NFT известны своей переносимостью и коммерческой жизнеспособностью, но у этих функций есть и недостатки, передает Blockchain24. В сообщении в блоге, опубликованном в среду, Бутерин, соучредитель Ethereum, выразил желание сделать невзаимозаменяемые токены или NFT привязанными к душе, или непредаваемыми, как и одноименный класс предметов в популярной MMORPG World of Warcraft или WoW. Излагая свои причины, Бутерин объяснил, что если кто-то показывает, что владеет NFT, который можно получить, выполнив X, например, посетив аукцион, невозможно сказать, посетил ли человек аукцион, чтобы получить его или просто купил NFT через вторичный рынок. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем различные аирдропы, вайт-листы новых проектов и новостей из мира криптовалют. А теперь вернемся к теме. Функция привязки к душе в WoW предотвращает обмен отправку по почте или продажу предмета на внутриигровом аукционе другим игрокам. Он был разработан разработчиками, чтобы предотвратить мигание или передачу снаряжения от персонажей, высокого уровня к персонажам низкого, чтобы значительно ускорить процесс борьбы с монстрами для получения опыта. Однако они также служат для демонстрации достижений, то есть когда персонаж заработал предмет, победив сложных боссов, а не получил как семейную реликвию. Последнее свойство, по-видимому, представляет интерес для Бутерина, поскольку соучредитель Эфириум поднял вопрос о том, что он чейн-предложение По хранению водительских прав, университетских степеней и так далее столкнуться с проблемами, если кто-то, кто-то не соответствует необходимым условиям, сможет охотно их покупать. Бутерин также высоко оценил проект PUAPK, ротокол «Продвижение присутствия», который хранит цифровые воспоминания о жизни в сети и выдает уникальный значок, поддерживаемый криптографической записью. Команда проекта призывает разработчиков, которые заботятся о возможности передачи, проверять, в сети является ли текущий владелец тем же адресом, что и первоначальный. Но, как и в случае с персональными предметами в WoW, отказ от возможности передачи NFT, также, по-видимому, лишит их коммерческой жизнеспособности. К слову, соучредитель Эфириум Бутерин получил 100 миллионов долларов после продажи Шиба-Ину, которые были пожертвованы в фонд Криптор-Эльев для борьбы со вспышкой коронавируса. Криптор-Эльев отправил мне 100 миллионов долларов, вырученных за счет продажи Шиба. Я планирую использовать эти средства, чтобы дополнить отличную работу Криптор-Эльев, более рискованными и высокооплачиваемыми научными проектами для борьбы с ковидом и проектами по оказанию помощи, по всему миру, пишет Хаппи Коэн. Соучредитель Polygon, Найлвал, создавший упомянутый фонд помощи, обратился к Бутерину за помощью. Он сослался на необходимость соблюдения законов Индии, ограничивающих объем внесенных средств, в то время как Бутерин, являясь гражданином Канады, имеет большую свободу в плане пожертвований. Виталик не является гражданином Индии. Может сделать это ускоренным способом, имея возможность быстрее принимать решения и развертывать проекты с более высоким риском и более высоким вознаграждением. Бутерин сказал, что стал соучредителем организации под названием Балви, которая будет направлять средства на проекты, связанные с исследованиями и разработками вакцин, системами вентиляции, фильтрации воздуха и другими областями. Сумма в 100 миллионов уже конвертирована в стейблкоин USD Coin. Соответственно, в дальнейшем понижающего давления на токен SHIB ожидать не приходится. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.